Здравствуйте, друзья! С вами Декарт, и мне кажется, что я практически сделал эту загадку. Вот, я действую согласно той подсказке, которая у меня есть. Ах да, ну, это прохождение Вэлленд Хартс. Продолжаем, по-прежнему здесь же, то есть я в прошлый раз тут же и остановился. Вот так вот, значит, эта труба. И вот так вот, значит, я её, в принципе, и выставил. То есть тут всё, что нужно, я сделал, так понимаю. Осталось только подать воду. Ну, это не то, это мы подаём воду сюда. Капельки, капелек он хочет. Подлюка такая. А можно ему в голову запустить? Очень, очень, очень хочется прям. Нет, никак нельзя, ну ладно. Ну, для чего-то же я это сделал, направил, согласно тому, что мне подсказывали. Давайте посмотрим, давайте вот. Может быть, мы можем выпрямить так эту трубу? Да, вот это было бы неплохо. Допустим, мы это сделали. А, и теперь вода пошла понизу. Конечно. Теперь мы выпрямили трубу, и вода не вытекает. Она теперь может идти понизу. Хорошо. Это уже что-то, блин. Но это же означает, что мы сейчас опять будем страдать. Так, вот так. Нет, нет, и вот, всё-таки вот так. А здесь мы что крутим? Ага. А, нет, нет, нет. Стоп, 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 стоп. Пока что всё правильно. Теперь нужно вот эту подсоединять. Ну, блин, тогда... Вот. Замечательно. Кажется, получилось. Всё, всё течёт прямо на этого мудня. Давай, плещись. Так, эту сцену я не хочу видеть. О, боже, как это отвратительно. Чё теперь? Теперь я взял... А что это я такое взял? Как тебя зовут? Карл? Карл Джонсон? Чё ты такой взял? Какая-то фигня. Не знаю. Я не знаю, что с этим делать. О, сохранение. Меня сохранили. Это хорошо. Мне вообще самое главное задание во всём этом долбаном лагере это достать кусачки. Я видел, где кусачки. Кусачки находятся рядом с Анной. Но туда так просто не пройти. Это что? А, это спальня. Давай ходить и нажимать пробил. Иди, говорит, отсюда. Ну, хорошо. Нет, может, он сказал, не иди отсюда. Может, он... О, чё-то есть. Письмо венгерского военнопленного. Уважаемый господин Динштай, уже три месяца я нахожусь в лагере для военнопленных в Римсе. Относится к нам неплохо, но я всё равно считаю дни до освобождения. Чтобы не забыть арифметику. Башка тут вообще устает, не варит, не фичерт, кормит хреново. С вашего позволения, после войны я бы хотел вернуться на должность бригадира. Я не утратил прежних навыков и, хотя силы у меня сейчас не те, уверен, что вскоре смогу полностью восстановиться. С нетерпением жду вашего ответа. Максимилиен, бригадир электрик. Долго будешь ждать, Максимилиен. Потому что отсюда, наверное, не так-то быстро доставляются письма. Это что? Свечка какая-то. Мать её. Мать его, а? Мать твою, мать ихнюю, мать вашу, мать нашу. Всё очень плохо. Тут самый, пожалуй, я бы сказал, вариативный такой уровень. Куда ни пойди, везде ещё 2-3 варианта. Ну, вот это вот моя основная цель. Я должен достать вот эти долбаные кусачки. Как ты должен пройти? Я должен дать ему мясо, чтобы туда пройти. Всё. Я понял. Осталось найти мясо всего лишь. Сосисочки. Повар, дай мясо. Чё ты сейчас такой? Трубку? А, ему надо покурить. И тогда он даст мне пройти вот туда, типа. Ну. Я не знаю, чем я могу тебе помочь. О, смотри-ка. Замечательно прям. Не всё так... О! Чего-то я ему там переправил. Это то самое, что я взял. И... Ага, понятно. Надо было с ним договориться. Я его первый раз просто вижу. И уже так сразу прям. Всё, медицинская помощь. Отлично. Хорошо. Это есть. Теперь... Значит, тебе не нужна медицинская помощь, чувак? Нет, не нужна. А кому она тут нужна? Кто страдает? Там вроде никто не страдает. Там все пляшут вообще. Играют на музыкальных инструментах. А, понятно. Значит, раз, два. Держи. Просирайся на здоровье. У тебя, я смотрю, там желудок слабительный тебе принесли, что? Что-то сейчас сбросят меня, наверное. Чё это должно означать? Ну, давай. Давай. Я жду. А, понятно. Понятно. Надо... Оно же не должно разбить... Да что ж ты, Карл? Ты же у нас силач. Давай. Тяни. Тяни и толкай. Сбрасывай. Замечательно. Чё это мы такое взяли? А, это тоже? Ух, замечательно как. Сколько всякого добра. Там деньги есть, я надеюсь? Сохранение параметров. Ес, модафака. Чё-нибудь ещё можем? Нет, не можем. И зачем же это мне? О, тихо-тихо. Камни раступ... Ой, камни. Мешки раступились просто и дали мне бумажку. Носовой платок. А, это носовой платок. Фу, какая гадость. Карл, выкинь. Военнопленам носовые платки и полотенца не полагались. И подобные предметы высоко ценились среди заключённых. Работодатели обеспечивали своим любимчикам лучшие условия и более мягкий режим содержания под стражей. Молодцы, работодатели. Так. Блин. Зуб. Зуб. Десна болит. Капец. Тяжеловато играть и... Сосредоточиваться на игре ещё что-то говорить, когда болит Десна. Признаюсь честно. Зачем мне платок? Ну, тебе же не платок нужен был, правильно? Тебе нужно было курнуть. Маленько. Или это лук? Или что это такое? Чёрт его разберёт. А ну. Хм. Хм. Да. Самое время задуматься. Ну, я всё... Всё, я уже, в принципе, понял. Теперь мне должно быть нужно куда-то сюда. С платочком-то с этим. Я ещё не помню, всё ли я тут исследовал. Не, мне кажется, я всё исследовал, но, возможно, недостаточно внимательно. Тут я залезал, камень я там бросал, трубу я выравнивал. Здесь ничего. Теперь бежим противопол... О! Лошадки! Теперь бежим в противоположный конец. Так, ну, ему я вряд ли могу чем-то помочь там платком. Он там моется, ему не до платка. Ему бы одежда не повредила вообще. Так, это у нас... Что за место? А, это у нас сонное царство, по-моему. Там у нас все дрыхнут. Верно. Теперь меня, может быть, пропустят наверх. О! Да, да. Точно, точно. Я могу с вами пообщаться. Всё, трубку взял. Отлично. Я понял, я понял. Теперь мы идём на кухню, отдаём трубку. На кухне берём мясо, отдаём собаке. Берём кусачки, прокалываем этими кусачками, расхерачиваем эту проволоку. Мы будем а-ля Фредди такие крутые. Не-не-не, не сюда. Где кухня? Кухня где-то здесь. Сосисочки вот нарисованы. Держи. Всё, отваливай. О, что-то взял. Коробка для печенья. Заключённые лагерей для военнопленных страдали от голода и часто воровали еду. Действие выполнено. Какое-то действие выполнено? В таких самодельных металлических коробках хранили хлеб и печенье. Тут, видать, за печеньки бонус стоит. Отправляясь на работу, владелец брал коробку с собой, чтобы быть уверенным, что его сухой паёк никто не стащит. И, наверное, таки обламывался очень часто, потому что всё-таки тащили, тащили паразиты паёк. Я прям чувствую. Ага, ага. Теперь. А теперь вот так, наверное, да? А теперь вот напоследок. И сейчас этот кусок мяса ко мне прям вот скатится, я чувствую. Оп, оп, оп. Ой, а я думал, он в миску упадёт. Чё ж ты в грязи вывалил? Сейчас собачке будешь отдавать. Тебе не стыдно вообще? Карл, ну ты его, ну ты даёшь. Получай. Жри. Ладно. Э, какого хрена? Э, ты слышишь? Поделись. Отдай мне кусочек, да? Не, не бородач. Ты будешь смотреть и глотать слюну. Наконец-таки. Значит, вывезь мне сердце кусачками, а у меня мало времени осталось. Я сейчас сдохну. Чё? Чё он сказал? Что означает вот это сердце, которое постоянно фигурирует в мыслях героев здесь? Короче, сбегаем. Ага. Я понял. Раз, два, три, четыре. Вообще, он, наверное, сказал, что, типа, я тебя люблю, хвалю. Ой, побежали, побежали, старый ты хрен. Быстрее. Так, всё, всё начинает зажигаться. Не, а чё я должен был? А, понятно, я должен был как-то маневрировать. Но они же мгновенно появляются. Как мне, как мне маневрировать? Я не успею. А, всё правильно. Его поймали, короче, неудачник-то. Август 14-го года какая-то церковь. О, господи. Что это? Что это за страшная бабища? Ой, Фредди. Я не знаю, смотрел ли кто-то фильм «Красота по-американски». Там вот похожая была фишка. Тоже женщина, тоже «Лепесточки роз» и Кевин Спейси. На Фредди немного не смахивает. А, Фредди вспоминает. Фредди вспоминает свою любимую. Я бы на твоём месте особо не огорчался. Она как-то не очень. И вот он, барон, пришёл. О, это в стиле аниме какого-то прям, чё-то. Сейлормун. Чему она до сих пор улыбается? Что-то же плохое случилось, наверное. А. А, я понял. То есть они там пушечным ядром бросили, или что там роде взорвали здание, и она прям погремена оказалась. Грустно. Снова ты, снова ты, Барбосик, должен вытаскивать всех этих неучий, которые не могут о себе позаботиться. То одного, то другого, то третьего. Я же говорил, что они живы, ёлки-палки. Очевидно было. Где, где мужик? Где, где этот, где этот мудак? Как бы спрашивает Фредди. Сос. А почему мы ни черта не видим дальше своего носа, я понять не могу. Мы в какой-то полнейшей задней. И что это на нас тогда светит? Ну ладно. Нет электричества. Электричество. Электричество будет вырабатываться. Ага, то есть, кто там разоряется? А, этот мужик разоряется. Всё, я понял. Ого, как ты его хорошо так за уши-то оттаскал. У него что, день рождения? Нужно электричество? Да я в курсе, чувак, что нужно электричество. Пошла музычка. Окей, пошли со мной. Сейчас ты будешь... А, ну он уже с батарейкой ходит. Всё, молодец. Оценка 5. Хвалю тебя, старикам. Давай, вставляй. Теперь, значит, включаем свет. Ну, наконец-то. 9 мая 16-го года. Форт Дуамон. Давай искать этого ублюдка. Он где-то тут... О, а что ты там мне говоришь? Точечки. Точечки, говорит он. Я хочу расставить все точки над... Над И? Над чем? Вроде не над чем. Просто точечки. Хрен с тобой. Бронетехника. Штурмовать артиллерия была придумана в годы войны как средство для прорыва вражеской обороны. Именно тогда началась разработка первых прототипов бронированной техники. Командование обратило внимание на тот факт, что использование машин на колесах среди траншей было малоэффективным. Инженеры, занимавшиеся прототипами, немедленно приступали к работе над данной проблемой и в итоге нашли практически идеальное решение. Снабдили свои детище гусеницами. Нейтральная зона. Нейтральной зоной назывался участок между траншеями воюющих сторон. Его ширина составляла от 50 до 1400 метров. Днем нейтральная зона находилась под постоянным наблюдением, и любой, кто осмеливался показаться из траншеи, тут же получал пулю. Однако по ночам обе стороны устанавливали в этой зоне заграждение из колючей проволоки и расставляли различные ловушки, чтобы защитить траншеи. На этапе позиционной войны большая часть бойцов погибала именно в нейтральной зоне. Оказалось бы, нейтральная, да? Ни хрена себе нейтральная, все дохнут. Как-то надо какую-то красную хрень найти. Сюда, наверное. Сейчас будем тут всячески выделываться. Ну, в шкафчике она вряд ли будет, я прям не верю в такое счастье. Тут у нас предметики. Сломанный немецкий штык. Длинный широкий немецкий штык позволял вспарывать грудную клетку и... Ого, господи, ломать его, какой кошмар. Так. Ага. Окей. Ну, я, кажется, в принципе... В принципе, наверное... Давай так, я вот сюда, а ты меня, значит, тащи вместе со всей этой красотой. Теперь... Нет, 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 нет. Так. Одну секунду. Давайте спустимся. Блин, что-то я вообще не выкупаю. Нужно расколбасить эту стену. Наверное. Тут... А, тут ничего. Нужно... Нужно взорвать вот эту стену. Она, кстати, будет загораться вообще? Нет, она не будет загораться. Мне, во-первых, нужно его как-то зажечь. Нужно зажечь фитиль. Прежде всего. Тоже. Это немаловажно. Это что? А, какой-то фонарик. Фонари были широко распространены в окопах. Армейские фонарики носились на патронтаж и работали от батареек, я думаю. Там, что там... Что еще там может быть? Так, тут мы никак не проходим никуда. Да, хорош там уже жестикулировать. Понял я все. Это... А, вот тот вот шкафчик. О, пес. Молодец. Айда, айда красавчик. Может быть... Нет, ну, пес, он явно, он никаким образом не может быть наверху. Он не заберется по лестнице. Наверху должны быть мы. Мы должны взять эту штуку. А, и, кстати говоря, может быть мы должны как-то зарядить динамит от вот этого мудака? Нет. Странно. Подсказка. Пригодится, я чувствую. Вот ты блин! Так там огонь, оказывается, наверху где-то есть. Хорошо. Тогда... Тогда все... Все упрощается значительно. Значит, сейчас пес будешь меня... Ага. Во-во-во, я. А, так тут вот сверху разлом в потолку. В потолке. Блин. Вот так вот кидаем. И все, в принципе, получилось. Э, слышь? Давай назад. Давай назад меня. Ну и что? Не вышло? А, ну конечно не вышло. Я дурак. Надо же... Надо же иначе это все делать. Так. Сейчас в начале. Ты песик, давай. Фигач. Теперь я как-то... Вот так. О, все, все. Вот тебе все получ... Ой, пес. Пес назад. Пес назад меня давай. Ух. Отлично. Иди, иди. Да нет, иди, блин. Ох, что ж... Ну это я сам, конечно, виноват. Так, теперь. Давай. Сюда. Сюда ко мне с этой штучкой. Ай да молодец. Что это вообще такое, блин? Какая-то деталь. Какой-то... Какой-то механизм... Деталь механизма. Я не знаю, что это. Ну-ка. Не разбираюсь в устройствах танков. Теперь мы можем ехать, что ли? Ух ты, мы сейчас на танки поедем. Ну? Оба-на! Замечательно. Вот это... Вот этого я не ожидал. Вот это здорово. Прям дают покататься, смотрите-ка. А, вот значит, как можно к этому шкафчику попасть. Замечательно. Сейчас отходим. Отходим по чуть-чуть. Потому что я еще хочу в него заглянуть же. Это же нужно сделать. Фредди, выходи. Как отсюда выйти? Никак? Ну ладно. Доедем до конца. Видимо, он пока не может. Пока не может выйти из танка. И что, долго нам так? До самого конца игры будем так ехать, наверное. Первая мировая кончится, а мы все будем кататься. Что это ты показываешь? Таранчиком пробить. Ясно. Нам нужно, короче, на эту штуку, видать, ой, таран насадить. Да-да-да, вот вниз, вот так. Так, только... А мы можем ее немножко отодвинуть, нет? Нет, все нормально. Видимо, сюда она и будет грузиться. Давайте снова думать, снова размышлять, что, собственно, от нас ждут. Ага, понятно. То есть это уже мы будем погружать. Но до того, как погружать, нам необходимо, собственно, эту штуку на механизм-то, доставляющий ее к танку, присобачить. О, выразил, выразил мысль. Тяжело, тяжело, когда зуб болит, блин. Мысли путаются. Так, раз, два. Точнее, не зуб, а здесь на. Больно? Три. Что это мы делаем? Ага. Теперь мы должны, наверное, нашу собачку вот туда, на этот конвейер, правильно? Почему бы и нет? Получится неплохая собачья отбивная. Крути, крути, Фредди, что ж ты? Так, что это за фигня? Чего вообще происходит? Что мы должны делать? Я не понимаю ровным счетом ни хрена. А, вот он говорит. Он говорит, что должно получиться. Должна получиться вот... Слушай, ты вообще умный мужик. Ты откуда все это знаешь? Должна получиться... Как он там показывает? Мне как-то, наверное, надо яркость монитора повысить, а то я плохо вижу вот этот верхний символ. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Хорош там разоряться. Обалдеть. Просто обалдеть. Слов нет. Ой, у меня пока не выходит, друг. Помогай. У меня пока что-то не очень получается. А, во. Во, в принципе, я это и сделал, наверное, да? Ну, получилось же. Сейчас будем фигачить. Давай. Раз. Два. И три. И все, да? Все готово, нет? Что-нибудь вообще вышло, нет? О, чудно. Болваночка какая классная. Теперь ее куда? Тебе? Держи. Ай, да молодцы мы какие. Что ты там слышишь кочергой своей? Ты где там шелудил? Пошляк. Теперь. А, теперь он говорит просто ромбик. Господи, тебе не угодишь, старый ты хрен. Просто ромбик. Это вот так. А вот это вот мы, значит, вот так. Нет. Нет, не так. Нет, вот. Это, это, это считается или нет? Блин. Так, одну-ка, одну-ка, секундочку. Так. Нет, просто ромбик у меня упорно не выходит. Ну, я, конечно, могу вот так вот сделать очень приблизительно. Да, вот, по-моему, вот это вот, в принципе, подойдет. Теперь здесь еще тоже вот так. Ну, это как бы ромбик, я не знаю. Давайте проверять, может быть. Там чуть-чуть край его торчит, блин. Наверное, не подойдет. Чуть-чуть вот там внизу торчит вот эта фигня. Сейчас посмотрим, что он скажет. Выскочил ромбик. Бери ромбик. Относи. Подойдет это или нет? Или что ты мне так скажешь? О, ты смотри. Слышишь, да что ты там опять делаешь? Ты, старый ты, не лапай меня. Хватит уже. Ты видишь, какой я брутальный? Я же тебя сейчас порву просто. Я собаку-то не пожалею в случае чего. Теперь я, наверное, должен выходить отсюда. Окей. Сколько всяких загадок, головоломок. Прям интересно. И я не так уж и сильно туплю. Фу-фу, конечно. Чтобы не сглазить. Теперь он мне говорит, значит, пушечку, пожалуйста, пожалуй-ка ко мне, желательно. Так, вот как-то так он говорит. Если ты повернешь, это как будет? Это вот так будет. Ага. Ага, все, я понял. Так, а ты теперь пес. Ой, что ж ты, блин, делаешь? Сейчас. Вот теперь. Давай. О, отлично. Надо синхронно работать. Прям, слушайте, собака вообще просто гений. Она понимает все. Прям все, что только можно. Теперь будем пробивать, да? Ого. О, ни хрена себе, мы сейчас будем, мы сейчас будем разрушать, короче. Вот это да. Раз. Красота какая. Какая вообще прелесть. Давай, давай вот так вот и поедем на войну. Не, ну это же чудесно. Выйти. А, то есть можно еще... Ух ты, блин, твою ты мать. Так, и музычка какая? Воинственная пошла. Так, давай чуть выше. Правильно. Чуть-чуть вот так. Ну, чудно вообще, прям. О, это ж враги. Это ж враги сейчас. Так, 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 тихо. А ну, мы можем их, наверное, задавить, правильно? Умирайте, умирайте, друзья мои. А, или... Лим, пофиг. Или ты пацифист, Фредди. Ты не хочешь их убивать. Ну, ты вообще, конечно, бесстрашный тип. О, вот это надо. Вот это он. И ты уж извини. Все-таки в этой игре придется совершать убийство. Потому что я не уверен, что я кого-то убивал. Я только поварской ложкой Эмиля там мог огреть сзади по голове. Бегут какие-то сволочи там на заднем плане, тварюки такие. Ой-ой-ой, не-не-не, не-не-не. Это не так все просто, как кажется. Э, слышишь? А че ты? А, вот так вот на подъеме надо. Молодец, Фредди. Фредди, ты мясник просто. У тебя уже на счету столько... Ой. Мамка. Мамочки. Вот блин, а. Ну это ж... Это уже чересчур, я, конечно, извиняюсь. Какое красивое зато звездное небо. И такая фигня происходит под ним. Аж грустно. Дирижаблики пошли. Во, во. А, ну смотрите. Этих мин же раньше... То есть мы отсюда... Теперь начали. Не-не-не. Все, я понял. Я их, видимо, раньше случайно совершенно свалил. Потому что я по всему подряд стреляю. Клево. Давим, короче. Убиваем людей. Давим забор. Черепки. Вот. За черепками надо тоже следить. Ну ни хрена себе, как он чисто вот в тему прям попал. Да что ж, я опять отсюда-то начинаю. Это же никогда не кончится, если таким макаром играть. Я уже не знаю, насколько мне надо быть аккуратным. Это что, останки моего же танка, что ли? Этого раньше не было, кажется. По-моему, тут все меняется. Тут как случайная генерация препятствий. Окей. Сейчас это мы передавим. Хочется сохраниться прям. Но вот не дают. И все с самого-самого практически начала уровня. Куда тут? Вот так вот надо. Во, во. Сразу. Сразу я прям помешал. Вот так вот тебе. Отлично. Готов. Фашист готов. Теперь еще вот эти. Хотя они еще... Я не знаю, можно ли называть немцев в первой войне фашистами? Немцы-то они в принципе были, по-моему, не фашисты, а нацисты. Такое как бы небольшое уточнение. То есть фашистами были итальянцы. А немцы они были, по-моему, нацистами, если я не ошибаюсь. Так что немцев называют фашистами, это в принципе не совсем. Черт, вот. А как мне? Слышишь, а как мне тогда? Ну ладно, этого я. А этих мудаков как? Они сейчас... Вот еще чуть-чуть, и они башку его заденут. Так, Фредди, осторожно отходим. Вот блин, а. Это я рискую сейчас очень сильно вообще-то. Ну-ка. Да ну, ты смотри, чуть-чуть не хватает прям. Ну прям совсем крохотку не хватает, чтобы в них попасть. Ну что ж ты будешь делать? Вот это они рассчитали, конечно, этот... А, все они. Они не стреляют, если мы так отходим. Вот это вы себе смертный приговор подписали, ребят. Да давай же уже! Все, молодец. Молодец. О, собака сзади пишет. Я даже за нее забыл. Ай ты мой преданный друг. Вот прям... Я бы на твоем месте даже этого не делал. Сейчас я взбежал в какую-нибудь конру, спрятался. А, вот мы можем, наверное, попасть как... Так, мы вообще в безопасности сейчас? А, во-во-во, да. Да, в окно. Расколбасьте этого идиота. Тут... Так тут же вон, слышишь? Тут же динамит. Мы сейчас подорвемся. Че, неужели ехать? Ну, замечательно. Да я и так это... Я мог сюда не идти. А, ну... Ха-ха. Класс. То есть еще не конец. Зря ты радовался. Немецкая твоя шкура. Любитель пива, блин. Так. Немцы же, они любят пиво. А че они там пьют? Хайнекен. Не знаю. Какое... Какое немецкое пиво вообще бывает? Ух, я уже от напряжения начинаю опять хрикнуть. У меня даже, по-моему, зуб перестал болеть десна. От такого напряжения, от такой внимательности, которую я применяю сейчас к этой игре. Это можно просто раздолбить вот так вот? Бум так. Да, да. Вот это лучше. О, еще и по воде. Еще и по воде сейчас поплывем. Вот это да. Вот это напридумывали. Вот за это просто... Ну, это пять с плюсом, ребят. Это красота вообще. По-моему, очень круто, очень оригинально и необычно. Я не ожидал, что нам дадут каким-то таким транспортом пострелять еще. А вот и французская армия. Французские солдаты встретили везунчика Фредди как героя. Везунчик это точно. Как ему в башку не выстрелили 50 раз. Их поссорил вот этот очкастый бородач. Который отец Анны. 14 мая 1916 года Фредди отправили на Сомму, а полки Милля разместили в окрестностях, стоящие на холме, деревни. Деревня называлась Вакуа. Ничего не знаю. Ни Соммы не знаю, ни Вакуа. Как у меня плохо с географией. А, ну понятно. Короче говоря, будем мы подземными... Гоблинами, блин. Подземная война. Еще и под землей сейчас будем бегать. Так, заимили? Сос. Нет, извини, но сосать этому уроду я не буду. Он на обезьяну похож. Ладно, был еще он был симпатяшкой, а так нет. В общем, это было прохождение Валенхардс. На этом, я думаю, серию можно закончить. Как раз так четко на следующей... Ну, не главе. Глав тут, наверное, 3, я думаю, это последнее. Не знаю, сколько тут глав. Наверное, 3. Это было бы логично. На вот этом этапе закончим. Если понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И всем счастливо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok